Руль, сиденья, фары, бамперы, нестандартные пороги, подкрылки, газобаллонное оборудование. По новым правилам регистрировать нужно все, что считается компонентом автомобиля. При условии, что владелец эти детали заменил или модифицировал. Сведения о том, какое оборудование разрешено установить на конкретный автомобиль, можно найти на сайте Росстандарта. Для этого нужно ввести номер одобрения типа транспортного средства, который указан в ПТС. Перечень вносимых изменений, что можно, а что нельзя, конечно, зависит от технической характеристики транспортного средства. Они прописаны как в руководстве по эксплуатации, так и в основном. И основной документ является основополагающим. Это, конечно, одобрение типа транспортного средства. Вот там написано все, что можно, а что нельзя. Первый шаг регистрации переделок в автомобиле – получение заключения предварительной технической экспертизы. Затем в отделе ГИБДД следует оформить разрешение на внесение изменений, и только потом можно отогнать свой автомобиль к специалистам, которые и воплотят в жизнь ваши задумки. С этими документами он опять обращается в аккредитованную организацию для получения протокола о соответствии транспортного средства требования безопасности. И уже имея на руках весь пакет документов, он вновь обращается к нам, предварительно пройдя на пункте технического контроля технический осмотр транспортного средства, для того, чтобы мы выдали заключение о соответствии транспортного средства требования безопасности. В Сарове чаще обращаются за разрешением установить газобаллонное оборудование, заменить модель двигателя или установить вместо кузова цисцерну. За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства автолюбителю придется заплатить 500 рублей штрафа и в течение 10 дней устранить нарушение. Если владелец автомобиля этого не сделает, то последует более серьезное наказание. За два месяца в Сарове выписали штрафы семи автолюбителям, которые самовольно внесли изменения в конструкцию своих машин. Сотрудники госавтоинспекции имеют право прекратить регистрацию данного транспортного средства. То есть сначала идет привлечение к административной ответственности, и потом уже возобуждается процесс прекращения регистрации. Изымаются государственные регистрационные знаки, изымается свидетельство о регистрации этого средства, и эксплуатировать его уже нельзя. Сотрудники технического надзора Саровской госавтоинспекции консультируют и принимают заявления горожан по вторникам и четвергам по адресу улица Солнечная, дом 10. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.